Вы говорите, что отношение с Богом — это сокровенное знание, и оно стало возможным именно благодаря Кали-Юге. Хотела тогда уточнить, как же раньше люди устанавливали отношение с Богом, если это знание, оно было сокрыто. То есть они были более верующими, получая раньше, но не получив этого знания. То есть они просто доверяли старшим, да, то есть старшим говорили, делай так, и будет счастье. То есть было доверие к старшим, а сейчас этого доверия нет, и нам нужна, ну, в том числе и западному мышлению, расшифровка, да, то есть как устанавливать отношение с Богом, как читать и так далее. Вот в этом вопрос заключается. Поскольку сейчас нет такого доверия, как Вы говорите, в прошлом было, нет таких глубоких духовного родства в семьях, то необходим духовный учитель человеку. Даже если есть мать, отец у Вас, нужен духовный учитель. И в прошлой юге были другие, другие процессы, работали хорошо очень. Кстати, юга работал процесс со штангой йоги, медитации. Каждый человек мог это практиковать в тех условиях легко, потому что умы были самосветящиеся у людей. В третьей юге люди практиковали путь жертвоприношений великих. Так они могли общаться с Богом, видеть его перед собой. Два пара югу, люди поклонялись в храмах, в храмах они общались с Богом. Век кали все эти процессы не работают в должной степени. Из-за плохих обстоятельств, из-за срока жизни короткого и короткой памяти человека. Поэтому век кали только воспевание, только воспевание имен Бога является методом. Причем это самое сильное лекарство, потому что болезнь наиболее глубокое невежество век кали. Век кали это время борьбы и лицемерия. Мы сражаемся, трудно мир установить. Вот Харе Кришна мантра, она очень быстро устраняет все неблагоприятное. Как вы относитесь к эко, искусственному обладотворению? Ну, все искусственно, не настоящее. Если нет какого-то другого выхода, то мы никак к этому не относимся. Но если необходимость какая-то, как исключение из правил. Но это не очень хорошо. Ребенок должен начинаться в родительской любви, в отношениях. В отношениях. Это важно. Не искусственно. Не нужны какие-то пробирки. Для этого пробирка уже есть. Естественно, пробирка уже существует. Нужно пользоваться тем, что дает природа. И именно отношения родителей определяют, какой будет ребенок. Их любовь. Поэтому в браке должна быть любовь. Иначе не будет хороших детей. Поэтому искусственное обладотворение, оно немножко другое. Так я понимаю. Если вставать в 5-6 утра, читать 2 часа мантры, потом работа, вечером смертельно хочется спать. Как же семейная жизнь? Вечером уже не до общения. Надо спать. В 10 часов семья распадается. У меня не распалась семья. Неправда. Сейчас, простите меня за то, что еще скажу, но сейчас, в данный момент времени, чем будете меньше общаться, тем лучше. Сейчас вы много ошибок можете совершить. Как раз будете заняты. Потом вот увидите, у вас появится очень сокровенное время для общения, когда обретете духовный опыт, будет чем поделиться. Слишком много сейчас общаться не нужно. Как раз семья, вы сначала общаетесь, потом, когда дети появляются, обязанности, вы уже будете меньше общаться, больше работать. Период жизни будет смениться другой. Это необходимость. И тем более, что будете получать духовный опыт образования. Сейчас слишком не осредотачиваясь друг на друге. К этому придет время еще. Более благоприятное. Мы видим, что когда супруги слишком много общаются, сидят дома, а они плохо общаются. Хуже с ним общаются. Ругаться начинают. Скучать, привыкают друг к другу. Надоедать даже. Нужно быть занятым. Поэтому это нормально пока. Пока вот так быть занятым. Хотя бы какое-то время. Хотя бы первый год-два. Я уверяю, у вас будет потом чем поделиться. Вы в это все прекрасно восполните позитивное общение. Когда мужчина проявит твердый разум, я сразу предупреждаю женщине, вам будет неприятно сначала это. Как бы он будет меньше внимания ему уделять. Больше будет вот долг исполнять свой какой-то. Потерпите. В будущем он получит свой результат. В будущем. Потому что сейчас пока, если он будет слишком внимательным, он станет похотливым и безвольным. Это не полезно для него. Тут определенная жертва необходима. Но в будущем, когда его сердце размягчится, не вожделение, а сердце духовное, вот тогда вы получите то, что вы желаете. Ту любовь настоящую. Вы хотите сразу получать постоянную любовь. Это невозможно для мужчины сейчас. Сначала аскеза должна быть у него какая-то. Простите, пожалуйста, можно задать вопрос. Я здесь. Здравствуйте. Я хотела бы, вот вчера говорили о целомудрии женщины. Хотела бы спросить, как, ну как сказать, как примирить это понятие со своей профессией. Потому что я вот актриса. И я так понимаю, что целомудрие включает же в себя понятие не только верности, но элементарно, например, понятие того, что твой мужчина только может к тебе прикасаться. Ты должна определенным образом выглядеть. И вот как быть, если тебе приходится выходить на сцену, тебе приходится, ну как сказать, у тебя есть определенные костюмы, которые не всегда нравятся твоему молодому человеку. Тебе приходится общаться и прикасаться к другому мужчине, поскольку вы работаете вместе. Что же вот делать тогда, как бы, артистам балета, драматического театра. Как вот примирить понятие целомудренности и профессию, поскольку... И вообще, как относиться к этой, ну как, к этой профессии с точки зрения вед. Потому что, с одной стороны, профессия тоже служение, с другой стороны, она немножко такая страшная. Спасибо. Простите за прямоту, но, что касается художников, актеров, музыкантов, тут есть два варианта только. Либо это делаете для медитации, для возвышенных сцен, либо эта культура опустит человека. Так написано, наверное. Два варианта. Поскольку мы сейчас находимся в таких обстоятельствах, не очень благоприятных, потому что описали, например, профессия такая, что делать? Это же ваша работа, вы должны так жить. Пока об этом не думайте. Сейчас просто занимайтесь духовной практикой. Выход найдете изнутри. Тут я не должен давать какие-то внешние инструкции. Скорее, вы должны практиковать и слушать свое сердце. И я уверен, что вы все, найдете выход самостоятельно. То есть, уже средства есть у вас. Важно не опуститься на дно. Потому что, может, какая-то профессия даже дурно влияет или развлечает наши вкусы. Поэтому, ну пока не нужно об этом думать. Хорошо? Не расстраиваться, не нужно расстраиваться. Просто практикуйте. Продолжение следует...